Здравствуйте, в эфире Рязанской телекомпании ГОРД, программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Андрей Анатольевич Новиков, мануальный терапевт, специалист по прикладной кинезиологии Медицинского центра ВЕР. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Расскажите, пожалуйста, о специфике работы Медицинского центра. С какими проблемами чаще всего обращаются люди? Медицинский центр ВЕРа первый, который открылся в Рязани из медицинских центров. Его направленность имеет достаточно широкий спектр. Специалисты по суджог занимаются лечением избыточного веса, проблемами эндокринными, различные боли, ишемическая болезнь сердца, гипертония и так далее. Есть услуга по гирурдотерапии, это лечение пиявками. Здесь также широкий спектр заболеваний. И хронические воспалительные процессы в малом тазу, брюшной полости, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, варикозно-расширенные вены и многое, многое, многое другое. Я представляю специальность прикладная кинезиология, которая занимается лечением опорно-двигательного аппарата и не только. И не только. Это что еще? Можно поподробнее здесь? Прикладная кинезиология набирает в мире большие, уже много приверженцев. И основной смысл в том, что кинезиология занимается всем организмом в целом. Известный тезис, что надо лечить не болезнь, а больного, в прикладной кинезиологии как раз раскрывается максимально. Поскольку обычное лечение происходит у меня от макушки до кончиков пальцев. Разбираются все системы. Опорно-двигательные, эндокринные, нервные. Есть элементы работы с эмоциями, психологическими проблемами. Работа с внутренними органами. Работа с обменными процессами. И многое-многое другое. Есть направление спортивной медицины. Есть направление педиатрическое. Есть направление гинекологическое. Практически все сферы охватывает прикладная кинезиология. И именно термин «прикладная» говорит о том, что этот метод можно приложить практически к любой специальности. К любому методу не только лечения. Ну и психологические методы тестирования, биохимические методы тестирования и многое-многое другое. К вам как к специалисту вообще с чем люди чаще всего обращаются? У нас в Рязани какая проблема у людей? Чаще всего, поскольку специально звучит в основном как мануальная терапия, люди обращаются в основном с проблемами позвоночника. Это уже всем известное обращение. Болит шея, поясница, стреляет в руку, ногу, немеют руки, болит голова и так далее. Это то, что знают все про мануальных терапевтов. А вот то, о чем люди не знают и попадают ко мне случайно, и я им параллельно с их остеохондрозом вылечиваю еще многие-многие проблемы. Например, какие уточните? Ну, например, очень распространенное состояние вегетососудистой дистонии. Она же нейроциркуляторная дистония. Каким образом? Это без каких-либо приспособлений у вас? Нет, только руками. Только руками. Только руками. И люди мучаются годами с головными болями, со слабостью, плохой работоспособностью, вялостью, сонливостью. И когда за буквально 2-3 сеанса у них проходит это, они говорят, доктор, почему же вас никто не знает? Нет. Потому что классическая медицина, она направлена сейчас в основном на фармакологическое лечение. А здесь могут играть такие факторы, как родовая травма, нарушение прикуса, какие-то хронические заболевания, которые достаточно легко устраняются, и человек начинает чувствовать себя гораздо-гораздо лучше. Если не секрет, дорогое ли удовольствие сеанс? В медцентре Веры лечение 1 сеанс – 1200. Ну, то есть это вообще очень-очень по-божески. Ну, если как бы стандартные правила мануальной терапии где-то около 10 сеансов, то я где-то в среднем за 4-5 справляюсь. Но это полный объем. То есть мы разбираем проблемы стопы, таза, височно-нижнечелюстного сустава, внутренние органы. Кстати, очень большая проблема – это послеоперационное осложнение. Все рубцы, шрамы, переломы оставляют в организме след. И как бы очень простой пример. Женщины в возрасте операция по удалению миомы. Через 3-5 лет начинает в большинстве случаев болеть поясница. Не трогая ни один позвонок, только работая со швом и со спайками, боль уходит. То есть проверяем, как работает рефлекс. Работает – хорошо. Не работает – начинаем искать, почему этот рефлекс, на каком уровне не выполняется правильно. Находим ключевые точки. Устраняем блокировку нормального рефлекса. И мышцы, которые не работали, начинают работать. Те, которые избыточно были напряжены, расслабляются. Это ведет к тому, что позвонки и косточки, которым эти мышцы прикрепляются, становятся на место автоматически. Я напоследок могу вам предложить только одно. Пожалуйста, пригласите сейчас рязанцев. Возможно, люди мучаются и не знают, от чего мучаются. К себе в центр. Может быть, вы им поможете? Я бы, ну, помимо остеохондроза, я бы предложил, чтобы рязанцы обратили внимание на своих детишек. Это очень большая проблема. Очень сложно работать, ну, легко и сложно работать с детьми. Но родовые травмы, которые дети получают в осложненные роды, после кесарево сечения, они все время там падают, бьются головой и так далее. Вот. При этом часто возникает задержка речи, запинания, какие-то тики и так далее. Вот. И вот наше поколение новое надо растить здоровым. Вот в этом плане дети очень благодарны. Вот. В возрасте, там, двух, трех, четырех, пяти лет и дальше, лечение очень хорошо раскрывает их работу нервной системы. Я бы рекомендовал бы посещать себя и женщинам, беременным. Вот. Это подготовка к таза, к родам. У женщин часто на больших сроках болит спина. Очень мало кто за это берется. Другой вопрос, опять же, прям новорожденные детки. Очень много у меня уже наработанных случаев, когда дети маются животиками. Вот. Мамы беспокойные, вся семья беспокойная. Подбираем диету для мамы. У нее более качественное молоко. Детеныши не мучаются холиками в животе. Замечательная методика. Очень хорошо лечим состояния, при которых физиотерапия стандартная. ЛФК, массажи, грязи противопоказаны. Это те же самые миомы, мастопатии, проблемы с щитовидкой. Здесь противопоказаний к прикладной кинезиологии нет. Вот. То есть и в поликлинике они не могут полечиться, и в стационаре не могут полечиться. И ходят, мучаются. Здесь совершенно безопасный метод лечения. Вот. Очень хочется пригласить пожилых людей, потому что стандартный метод, вот, жесткий хруст позвонков им и страшный. У них, у пожилых и остеопороз, и деформирующая артроза. И эта методика им противопоказана. Здесь же мягко, без каких-то больших травматических воздействий, вот, можем восстановить работу, ну, насколько это уже по возрасту возможно, работу коленных суставов, плечевых суставов, локтевых суставов и так далее. Пусть поменьше в городе будут людей, которые мучаются от различных заболеваний, и вы, надеюсь, в этом поможете. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Очень приятно было с вами пообщаться. Андрей Новиков был у нас сегодня в гостях. И это была программа «7 минут. Будьте здоровы, не болейте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова